Развитие массового спорта и его популяризация в современном мире – это актуальный вопрос, которому сегодня уделяется огромное внимание. Так, в рамках выездного заседания профильной комиссии Общественной палаты области, Маршанский обсуждает инновационные подходы и современные практики спортивно-патриотического воспитания молодежи. Все то, что сейчас очень нужно и важно для подрастающего поколения, прежде всего, я считаю, что это, конечно же, патриотическое воспитание. Потому что, давая силу ребятам, а любое спортивное направление, любой вид спорта, если в него ребята погружаются, это ведь, прежде всего, человек получает силу, и он должен знать, как этой силой пользоваться. И всегда так было, что молодые люди должны понимать, для чего они получают эту силу. Экскурсия в мир спорта начинается со спортивного центра. В нем 8 спортивных залов, где развивается около 20 направлений различных видов спорта. В этом зале, например, занимаются фитнесом «Кенго-джамп». Комплекс упражнений подходит как для детей от 6 лет, так и для людей постарше. Уровень физической подготовки не имеет значения. Здесь также нет ударной нагрузки на суставы, позвоночник за счет того, что в ботинке оснащены специальной пружиной, которая снижает нагрузку. Выполняются различные упражнения, связки фензивальные. Тренировка также у нас групповая, бывает в индивидуальном формате. И под энергичную музыку мы выполняем различные упражнения. Занятия в спорткомплексе проводят квалифицированные тренеры, а прийти на них могут все желающие. Это юная фигуристка Анастасия Лапина. Она тренируется в зале летом. Я смотрела на знаменитых чемпионок, и мне очень понравилось, как они прыгают, вращаются. Я решила тоже пойти, попросила родителей, чтобы они меня, то есть фигурное катание отдали. Они меня отдали, это было мое желание, было очень хорошо. Я занимаюсь уже с 5 лет, сейчас мне 13. Очень хороший вид спорта. А это показательные выступления по единоборствам. В клубе имени Героя Советского Союза Николая Бореева армейским рукопашным боем, боксом и абсолютно реальным боем занимаются 80 человек. Среди них Данил Олешко. Он пришел в спорт 13 лет назад. На первой тренировке понял, что нужно уметь постоять за себя и продолжил заниматься. Так больше 10 лет молодой человек тренируется каждый день. Стараюсь не пропускать ни одной тренировки. Благодаря этому я добился больших результатов в спорте. Я являюсь серебряным призером чемпионата мира по РБ, являюсь кандидатом министра спорта по РБ, по универсальному бою. Каждый из нас хочет быть здоровым и сохранить энергию и подвижность на долгие годы. В здоровый образ жизни входят многие составляющие. И одно из них – занятия спортом. Олеся Павлова, Илья Тырса, Ольга Кириллова, Область новостей.